Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы Учитель Перри Стоун. Приветствую всех, кто смотрит программу Манафест в разных странах. Вы, наверное, уже догадались, что я нахожусь в Иерусалиме, судя по стенам старого города за моей спиной. Это западная стена. Мы часто снимали наши программы с восточной стороны города. Сейчас в Иерусалиме полно народов. Температура 22 градуса, погода чудесная, ясный день, чтобы через нашу программу поведать Евангелие всему миру. Сегодня буду говорить о Втором пришествии и, в частности, о войнах, предшествующих Царству. Что я подразумеваю под войнами, предшествующими Царству? Библия предсказывает в книге Даниила, что наступит время, когда Царством овладеют святые. Иисус проповедовал, что приблизилось Царство Небесное, что пришло Царство Божие, и его признаки — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Но наступит Царство, при котором Мессия Иисус будет править из Иерусалима одну тысячу лет. Мы читаем об этом в 20 главе Откровения. До того, как ноги Мессии станут на горе Елеонской, о чем говорится в 14 главе Захарии, будут войны. Я назвал их войнами, предшествующими Царству. В основном о них говорится в Откровении и дан порядок, в котором они будут проходиться. Начну с Евангелия от Матфея, 24 главы, где Иисус говорит, что прежде чем Он вернется на землю, будут войны и военные слухи. И также в книге Даниила сказано, что до конца войны будут опустошения. В основном, библейские пророки говорят о войнах за Израиль и за Иерусалим. Они являются знамением возвращения Господа. Если мы видим повышение активности вокруг Иерусалима, противоречие вокруг этого города, то это, несомненно, является признаком мессианского века и возвращения Мессии. Я хочу провести вас в книгу Откровения, где дается порядок того, что должно произойти. Если мы откроем 4 главу Откровения, мы увидим, что Иоанн был вознесен в Духе и очутился пред престолом Божиим. Там он видит книгу с семью печатями. Когда Иисус, агнец Божий, берет из рук Божиих эту книгу и начинает срывать с нее печати, и мы видим четырех всадников апокалипсиса. У каждого из этих всадников есть свой цвет. Есть белый конь, красный, черный и бледный. В 6 главе книги Откровения, когда речь идет о бледном коне, стоит греческое слово «бледно-зеленый». Двое из четырех всадников держат в своей руке меч. Всякий раз, когда в Библии упоминается меч, это указывает на войну, битву, конфликт или сражение. За долгие годы изучения Писания, и в моем случае это 40 лет тщательного изучения Библии, я увидел образы, сопровождающие вознесение церкви. Мы читаем об этом в 4 главе Откровения. В 6 главе мы видим, что на земле будут разного рода военные конфликты. Двое всадников будут с мечом в руках. Меч — это символ войны, согласно ветхозаветным пророкам. То, что в начале периода скорби будут войны, может быть следствием того, что в начале периода скорби будет острая нехватка продуктов питания. В 6 главе Откровения сказано, «Хиникс пшеницы за динарий, буханка хлеба за дневную зарплату». Подсчитайте, насколько ограниченным будет рацион зерна и как дорого будет стоить еда. Во времена Иоанна один динарий платили за день работы. И в книге Откровения он указывает, что одна буханка хлеба будет стоить весь день работы. Писание говорит, что будет голод, и многие погибнут. Там, где имеет место голод, люди всегда встают на войну. Они сражаются за свое пропитание, за то, чтобы у них была пища. Итак, в книге Откровения мы видим двух всадников, которые принесут с собой военные столкновения. И затем мы приходим к 9 главе книги Откровения, которая, пожалуй, является самым странным местом во всей Библии. В начале 9 главы мы видим, что открывается кладезь бездны. Библия короля Иакова называет ее «бездонной ямой». «Бездна» — это отделение, расположенное где-то под землей. Именно в это место, в 20 главе Откровения, будет сброшен сатана, когда Мессия придет править и царствовать на земле из Иерусалима. «Где-то в недрах земли есть вход в бездну». Некоторые исследователи считают, на основании Писания, что это место на дне реки Ефрат, где она впадает на территорию Ирака в Персидский залив. Это всего лишь предположение, и мы не утверждаем, что это факт. Но существует большая вероятность, что это место является именно тем самым кладезем бездны. И когда мы говорим о бездне, стоит отметить, что оттуда выйдут странные звери. Саранча, которой будет дано право мучить людей какое-то время. Читая книгу Откровения, вы увидите стих, в котором дано число конного войска. Считается, что это число 200 миллионов. То есть 200 миллионов воинов выйдут из берегов реки Ефрат. К тому времени эта река уже высохнет. Скорее всего, из-за голода, ведь на земле 42 месяца или 3,5 года не будет дождя. В Ираке и других странах, где протекает река Ефрат, уже сейчас наблюдаются затяжные засухи. Там мало еды. А теперь представьте, что дождя не будет 3,5 года. Поэтому река Ефрат высохнет. И как только она высохнет, это приготовит путь для огромной армии, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. В 9 главе, когда описываются странные звери, вышедшие из бездны, говорится, что на головах их будут как бы венцы, и волосы их будут как волосы женщин. Ранние исследователи видят в них сходство с армией Османской империи, завоевавшей огромные территории и уничтоживших полтора миллиона христиан-армян. Однако, согласно хронологии события из Откровения 9 главы, они еще не произошли. Некоторые его отрывки похожи на то, что уже имело место в истории, но мы видим, что миру еще предстоит увидеть то, что описано в книге Откровения, начиная с 4 главы. Мы увидим еще одну военную кампанию. В 6 главе мы видим мечи, видим воины, из-за того, что на земле голод, и люди будут сражаться за пищу. Но в 9 главе мы видим, что треть населения Земли погибнет из-за этой армии в 200 миллионов воинов. Это еще одна война, предшествующая царству. Когда меня спрашивают, откуда может возникнуть столь большая армия, я говорю, что такое войско может произойти из Индии или из Китая. Также это могут быть исламские страны к югу от России. Исламские страны, такие как Афганистан, Пакистан, могут выйти из территории реки Ефрат и составлять войско в 200 миллионов человек. Многие исследователи на протяжении веков считали, что эта китайская армия выйдет из берегов реки Ефрат, хотя им предстоит пройти немалые расстояния. Но поскольку конфликт возникнет с целью завоевать Иерусалим, эта армия в 200 миллионов человек может быть исламской коалицией, которую будут контролировать злые духи. Эти духи выйдут из бездны. Мы не знаем, видимы они будут или нет, но они произведут немало смертей. Мы читаем об этом в 9 главе Откровения. Эти войны будут предшествовать царству, а не периоду скорби. Читая дальше книгу Откровения, мы приходим к 12 главе. В этой главе остаток иудеев убегает в пустыню, и там они будут под защитой Бога последние 42 месяца периода скорби. Большинство евангельских библейских исследователей, изучающих пророчества как ветхого, так и Нового Завета верят в вероятность того, что остаток иудеев убежит из Израиля и Иерусалима в Иорданию, где они будут под защитой в городе Петра. Это город с красным оттенком в Иорданской пустыне. Почему и остаток иудеев убежит именно в Иорданию? Потому что в 11 главе книги Даниила сказано, что будет страна, которая избежит контроля Антихриста. Спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Омоновых. Едом и Моав это современная территория Иордании. Омон это столица Иордании. Именно там находится город Петра. В этой местности множество гор. Государство Иордания граничат с Израилем и связывает два государства реки Иордан. Они даже разделяют между собою Мертвое море. Половина Мертвого моря находится на израильской стороне. Вторую половину моря контролируют иорданцы. Итак, будет еще один военный конфликт, в котором армия Антихриста попытается уничтожить остаток. Он восстанет войной против семени, против еврейского народа. Бог защитит часть Израиля, остаток иудеев. Они сбегут в горы на территорию Иордании. Эта территория не будет под властью Антихриста. И это важно понимать. Мы читаем об этом в 11 главе Даниила. В Иордании остаток будет в безопасности не то что в Иерусалиме, где идут сражения. После военного конфликта, о котором мы читаем в 12 главе книги Откровения, мы видим довольно странный конфликт. Тайна разрушения Вавилона Великого. Уничтожение Вавилона будет одним из последних событий перед вторым пришествием. Я многие годы исследовал этот вопрос. Во время таких программ, или когда я проповедую на конференциях, многие знают, что я запросто могу отвлечься от темы. Не хотелось бы уйти от темы и на этот раз. Сегодня мы говорим о войнах, предшествующих царствах. Мы находимся у западной стены Иерусалима. Это пророческое послание, которым я делюсь в программе «Манофест». В 17 и 18 главах Откровения мы видим символизм. Иоанн описывает Вавилон как блудницу, сидящую на звере с семью руками и десятью рогами. Эта блудница представляет собой религиозную систему. В Ветхом Завете блудодеянием называлось поклонение Израиля другим богам, их неверность Богу. Итак, женщина сидит верхом на звере. Библия называет ее городом, управляющим всеми царями земными. И когда она управляет царями земными, десять царей, ставших союзниками антихриста, вдруг воспламеняются гневом против этой женщины, против этого города, управляющего царями земными. И они сжигают ее дотла. Когда в 17 и 18 главах книги Откровения говорится о женщине, которую спалили дотла, то сказано, «В один час пришел суд твой». Давайте представим, что этот город существовал во времена Иоанна. Многие предполагают, что это Рим, Италия. На это есть множество оснований, потому что в некоторых древних иудейских преданиях город Рим считался символом Вавилона. Это факт из истории ранней церкви. Против Рима нельзя было сказать ни слова. За слово против Рима человека могли арестовать. За любую угрозу против Рима. Поэтому они представляли себе Рим как Вавилон, как место плена. О символизме в книге Откровения можно говорить долго. Скорее всего, когда говорится о тайне Вавилона, имеется в виду город Рим. Рим — это город, управляющий царями земными, который в будущем будет уничтожен. Десять царей вступят в союз с Антихристом и спалят город. Город сгорит в одночасье. Во время Иоанна стены Иерусалима делались из известнякового камня. Они высекали камни, приносили их сюда и строили стену. Сжечь такую стену во времена Иоанна — это то, что сделали римляне. Было невозможно. Можно спалить дерево, а камни все равно будут стоять. Они могут почернеть от огня, но огонь не способен их разрушить. Если город, о котором говорит Иоанн, существовал только в его дни, его невозможно было бы сжечь огнем. Откуда я это знаю? Написано, что город сгорит в одночасье. Когда Нерон приказал спалить Иерусалим, мы знаем, что город горел шесть дней. Город горел до территории современного большого цирка, циркус Максимус, где сейчас много торговых центров. это значит, 70% города сгорело дотла. Город горел шесть, а то и семь дней. Однако город, о котором идет речь, в 17 и 18 главах Откровения, будет уничтожен за один час. Дым мучения настолько отпугнет народ, что они не захотят даже подходить к городу. Это указывает на то, что может быть использовано ядерное оружие. Из-за радиации в городе люди не захотят к нему приближаться. Когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее. Во времена Иоанна трудно представить, что люди не стали приближаться к городу, боясь дыма. Но если это биологическое или химическое оружие для уничтожения города за один час, то это все объясняет. Поэтому то, что мы видим в 17 и 18 главах Откровения, может исполниться только в наше время, судя по деталям, которыми описывает события Иоанн. Город сгорел в одночасье, люди боялись приблизиться к городу из-за дыма, и так это еще одна война. О последней войне мы читаем в Откровении 16.16, где говорится, Иоанн собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Как вы знаете, Армагеддон — это Израильская долина площадью 367 квадратных километров. Это равнина. Сегодня там фермерские хозяйства. Но все крупные империи в истории, особенно империи Среднего Востока, египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, все когда-нибудь сражались в этой долине. Эта битва Армагеддон будет матерью всех битв. На земле, пожалуй, нет христианина, который бы никогда не слышал термин Армагеддон, или кто не слышал бы проповеди об этом. В последние дни истории этой земли все народы объединятся в битве всех битв. Как мы видим в предсказаниях Ветхого Завета, они придут, чтобы уничтожить с Иерусалим. Бог вмешается через пришествие Иисуса Христа. В 14 главе Захарии сказано, что ноги его станут на горе Елеонска. Это восточная сторона Иерусалима. Гора прилегает к двум частям города, к западной и восточной. Но в 19 главе книги Откровения мы видим, что когда Иисус Христос вернется, Он придет на белом коне с небесным войском и вмешается в битву Армагеддон. Пророки Ветхого Завета утверждают, что эта битва будет иметь три стадии. Первая стадия. Он придет от Вассора. Почитайте этот отрывок у Исаии. У нас сейчас нет времени читать весь отрывок. Это место, скорее всего, территория Петры в Иордании, где спрячется остаток иудеев. Это бывшая территория Едома и Маала. Также сказано, спасет Господь с начала Шатры иуды, то есть Он придет в Израиль и спасет остаток. Согласно пророкам, две трети будут уничтожены во время периода скорби, но одна треть пройдет сквозь огонь. То есть Он придет, чтобы спасти остаток. Потом Он вмешается в битву Армагеддон, где кровь будет до уздечки конской. Когда Иисус придет, второе послание Фессалоникицам, вторая глава, Он убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего все армии земли. Святые Божии возвратятся в Иерусалим и будут царствовать оттуда. Не стоит забывать, что война это ужасно. Никто не хочет воевать. Многие люди обучены для войны, но насколько было бы лучше, если бы им никогда не пришлось воевать. Все же Библия говорит о последних днях истории в книге Даниила, что до конца всего будут войны и опустошения. Когда мы слышим о войнах и военных слухах, Евангелие от Матфея 24 глава, мы должны знать, что это знамение того, что Мессия и Иисус Христос придет скоро. Одно дело проповедовать в церкви, находясь в Соединенных Штатах, и совсем другое дело проповедовать стоя посреди Иерусалим. Я чувствую лучи солнца 22 градуса, и вижу синее небо и слышу звуки пилигримов, пришедших в город поклониться Богу. Они поют и бьют в барабаны у ворот города. Представьте, как это будет, когда на землю вернется Господь. Миллионы святых Божиих в воскресших телах придут, чтобы восстановить город и отстроить тысячелетний храм для царя-царей и Господа господствующих. Это будет нечто фантастическое. Мы стараемся постоянно вас информировать, и не только через программу Манофест. Мы выпускаем книги и DVD, разные обучающие ресурсы. Приобретайте наши материалы. Этим вы поможете программе Манофест выходить в эфир. Сейчас мы идем на перерыв. Не пропустите важную информацию о том, куда мы приедем послужить. Я часто слышу, «Перри, я даже не слышал, что ты к нам приезжаешь». Вы не слышали, потому что переключили на другой канал до окончания программы. В конце каждой программы я называю места, где буду служить, поэтому обязательно смотрите Манофест до самого конца. Я также сообщу вам о том, какие нас ждут конференции и мероприятия. Надеюсь, вы сможете приехать. Да благословит вас Бог. Спасибо, что смотрите нас по всему миру. И также большое спасибо партнерам. С вами Перри Стоун. Я расскажу вам об очень важном инструменте нашего служения, который, по моему мнению, духовно поможет верующим больше любого другого инструмента нашей программы. За 40 лет своего служения я осознал, что одна обида всегда блокирует Божие благословения. Враг вашего благословения — ваша неспособность простить тех, кто вас обидел. Огромная опасность в том, что вы будете ворошить грехи человека, который уже прощен Богом. Я выпустил четыре очень важных послания на аудиодисках. Они могут помочь вам обрести истинную свободу и благословение. Их название «Взять приманку и жить с болью», о том, как сатана ловит вас на крючок. Второй диск озаглавлен величайшая ловушка, которую нужно избегать христианам последнего времени. Верьте или нет, об этом сказано в Евангелии от Матфея. Миллионы людей попадут в эту ловушку, когда враг соблазняет их безразличием. Третий диск опасность рыбалки в море забытого. Я буду учить вас по Библии тому, что, вспоминая чужие прощенные грехи и используя их против этих людей, вы рискуете подвергнуться той же демонической атаке, которая принесла им эти проблемы. Это одно из самых важных посланий, которое когда-либо давал мне Дух Святой. И, наконец, ключи к тому, чтобы остановить терзающий дух. Я покажу вам в Библии, как христиане страдают из-за того, что открыли двери мучающему их духу, не простив других. Вместе с этим альбомом из четырех дисков я выпустил новый диск, который назвал «Возвращение гигантов». Содержание этого диска не будет звучать по телевидению. В Израиле было сделано ошеломляющее открытие, о котором не было заявлено публично. Оно восходит ко дням Ноя. Я хочу, чтобы вы получили этот альбом из четырех дисков вместе с диском «Возвращение гигантов» прямо сейчас за пожертвование в 30 или более долларов, чтобы помочь продолжению трансляции фестиваля Манны. Чтобы заказать диски, звоните по номеру, указанному на экране. Заходите на наш веб-сайт или пишите нам по почтовому адресу, также указанному на экране. И назовите код LGM126. Ваша финансовая поддержка помогает продолжать транслировать фестиваль Манны и по сей день. Спасибо, благословения вам. Надеюсь, вам понравилась проповедь. Это последняя неделя, на которой вы можете приобрести данный ресурс. Спасибо, что вы слушаете наши диски. Вы благодарите нас в своих письмах и говорите, что через эти проповеди Бог избавил вас от страха, тревоги и угнетения. Для меня это большая честь. Я воздаю всю славу Богу, потому что это Он дает все эти откровения и показывает мне, о чем нужно проповедовать. Приобретайте этот набор ресурсов сейчас, потому что в следующий раз это сделать будет уже невозможно. На следующей неделе в программе Манефест вы увидите первую из наших новых программ, снятых в Израиле. Мы будем транслировать эти программы в течение двух месяцев. Они сняты в потрясающих новых местах. Надеюсь, вам удастся посмотреть все эти программы. Итак, наш график. Мы будем в церкви дом А.В. Хиггсон, Теннесси, 7 марта. Будет всего лишь одно служение. И также всего одно служение мы проведем в церкви место исцеления в Баттон-Руш, Луизиана. Это среда, 4 апреля. Приглашаю всех, кто живет в окрестностях Баттон-Руш. Также буду в церкви жизнь воскресения в Грандвиль, штат Мичиган. Служения будут целый день воскресенья 22 апреля. Международный саммит пройдет с 26 по 29 апреля. Мы проведем 11 служений, уже зарегистрировались 3000 человек. Мы зарегистрируем еще 1000 и остановим регистрацию. Дайте нам знать, если вы хотите приехать. Помните, что любая съемка в зале запрещена. У меня есть для вас очень важная информация. И я никогда еще не говорил об этом. Эта информация только для пророческого саммита. Мы будем в Принстон-Пайк в мае и также в Хамильтоне Огайо. Чтобы узнать наш график выездных служений, зайдите на наш сайт и на нашу страницу в Фейсбуке. Хочу сразу сказать, что мы не отсылаем приглашения в друзья в Фейсбуке. Если вы получили такое приглашение, это фейк. Это точно был не я. Теперь-то вы знаете. Просто кто-то пытается заполучить вашу информацию. Мне приходится повторять это, чтобы вы не попадались на удочку фейковых страниц. Также я хочу, пользуясь возможностью, пригласить вас на служение в Омега-центр, если вы окажетесь в наших краях. Во вторник вечером мы проводим молитву. Она пишется в прямом эфире. Вы можете послать молитвенную просьбу с любой точки мира с помощью нашего сайта. Наши люди, которые верят в силу молитвы, будут ходатайствовать за вас. Мы видим ответы. Слава за это Богу. Также, если вы еще не познали Господа, я прошу вас начать следовать за Ним. Обратитесь к Нему. Он путь, истина и жизнь. Он может дать вам жизнь с избытком. Не стоит служить лже-богам. Служите Господу Иисусу Христу. Он может в миг преобразить вашу жизнь. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку наших партнеров. Я надеюсь, вам нравятся короткие видео, которые мы сделали для вас в Израиле. Да благословит вас Бог, мы по-прежнему нуждаемся в ваших молитвах, и до скорой встречи на программе фестиваль Манны. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в Туре в Израиль 2018 с 19 по 28 ноября. По желанию вы можете также посетить город Петра в Иордании. Звоните по телефону, который вы видите на экране, или зайдите на сайт. Количество мест ограничено. Звоните уже сегодня. Продолжение следует...